Я приветствую вас на канале Алмазный край, это беседы в студии и сегодня с моим собеседником мы говорим на интересную тему, как оставаться верным любимому делу всю жизнь. И у нас в гостях народный артист Республики Саха-Якутия, заслуженный артист Российской Федерации, прославленный хореограф Афанасий Афанасьев. Афанасий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Афанасий Дмитриевич, средства массовой информации давно нарекли вас королем Ламбады. Расскажите, пожалуйста, какой случай связал вас с этим латиноамериканским танцем? Спасибо. Вы так нашли, оказывается, эту историю. Это было лет 30 тому назад. Это был 90-е годы, год перестройки. И чиновники или якутские работники искусства, они говорили, вот этот латиноамериканский жанр танца в нашем краях, в нашем городе, не подходит. Нам надо свои самобытные танцы танцевать. Но мы были молодыми, такими зажигательными, такие темпераментными. И взяли, и как раз я учился в Московском институте культуры в Москве. И с актрисой Саха драматического театра Леной Сергеевой Румянцевой. Я ее пригласил как партнера, партнершу, и мы выступили в СССР в Москве. Там было 300 лишних пар из-за всего Советского Союза. Тогда был Советский Союз. И мы прошли три тура и стали призерами по танцу, бразильского танца Ламбада. Это было незабываемо. Как якуты могут танцевать такой зажигательный латиноамериканский танец Ламбада, который до сих пор даже модно. Это там бразильские группы Каома, там разные, это пляж, это солнце, это кокосовые бананы. И мы танцевали очень хорошо. Мы даже не отстались от европейских танцоров, от даже кавказских танцоров. Мы танцевали вот этот танец Ламбада. Это Ламбада такой вот парный танец бедрами. Отношения девушки-парня вот в такой зажигательном ритме, любви, красок, солнце, воздух, вода вот таком. И нам очень хорошо этот танец подошел. И мы там завоевали, призером были. И спрашивали, как это якутяне в таком снегу танцуют Ламбаду босиком. А мы говорили, у нас, когда мы танцуем, холод нам не страшен. Север любви и танцу не помеха, да? Да, с северным сердцем, вот таком холодным сердцем можно зажигать и танцевать такой жаркий танец Ламбада. Ну вот как раз давайте вернемся к началу вашей творческой карьеры. Как получилось так, что маленький мальчик из далекой якутской деревни захотел танцевать? Я, конечно, до якутской, маленькой якутской деревни, которая находится в заречных районах Якутии. Это Татинский Улуз, это священное озеро в переводе. Там родились великие такие вот писатели, поэты Якутии. Платон Аюнский, Глаковский, Сорун Маллан, ну вот кто-то якутский народ знает. Я там родился возле речки Татта, и оттуда меня мама, я там, когда мне было 14 лет, меня мама по конкурсу, я прошел конкурс, там набирали артистов балета в профессиональном танцевальном коллективе. И отправили меня в город Ленинград, тогда был Ленинград, а сейчас Санкт-Петербург, город-герой Ленинград. Я туда вот поехал учиться мир искусства, мир танца, мир классического танца, мир народного танца. И мне вот 14-летнему якутскому мальчику, вот этот Санкт-Петербург, этот город-музей, это я из речки Татты попал на реку Нева, и мне это город-музей, вот это все архитектурно, это русской вот такой богатой, такой эльмитажем, зимним дворцом, Петергоф, там это Невский проспект, это вот запомнилось всю жизнь. Я там получил, мне исполнилось 16 лет, я получил паспорт гражданина Советского Союза. Мне там очень хорошие профессора, доценты, педагоги учили. И я влюбился в эту профессию танец, как артист, танцовщик, и всю жизнь посвятил, после этого ленинградского, моего балетного училища, мастерской эстрадной искусств при ленинградском концерте, я всю жизнь посвятил жизнь к танцу. И я до сих пор вот танцую, преподаю, даю свое искусство людям. Ну скажите, мальчики в танцах все-таки редки, их очень ценят, но между тем им приходится в танцах конкурировать с девушками, которых гораздо больше. Скажите, у вас была такая конкуренция, сложно было танцевать с девчонками? Да, вот якутскому народу есть. Если мальчик, мальчик должен идти сексию борьбы. Бороться с спортивной борьбой, масс-рестлингом, хапсагай, там якутско-национальной борьбой, да. А если мальчик идет в танцевальные кружки, танцевальные студии, танцевальные ансамбли, и там как-то это не приветствуется как будто, да, вот, хоть мы, ну, северным людям. Когда даже вот танцуешь с девочками, девушками, с дамами, да, и даже вот по всему практику в мире мужчина, мужчина даже лучше танцует, чем женский пол. Сильно, когда мужская вот сила, борьба, вот на сцене, борьба с своим телом, когда показываешь на сцене свою вот, свой роль, свой герой, и когда мужчина танцует на сцене, прыгает, там, по всему сцене, там, показывает свою пластику тела, как эмоции, характер, это очень красиво смотрится. Даже я очень многих был в местах, регионах, странах, я, конечно, женщина, это лебедина, это лебедь, лебединое озеро, это балет, классика, конечно, это изящество, это чистая красота. А когда еще мужчина танцует, вот женщинам нравится, когда мужчина выходит, хоть кавказские мужчины, лезгинки, хоть там пластикой разных, современных пластикой, авангарда, модерн, танцах, никакой вот конкуренции вот с девушками и вот юношей в танцах такой вот нет. Расскажите, почему вы не остались в Ленинграде после обучения, ведь тогда бы шел разговор о совсем другом уровне популярности. Ну, тогда был Советский Союз, я учился очень хорошим мастерам хореографии. Когда Якутия меня отправляла туда учиться, вот Ленинградская школа танца, всегда наши педагоги даже говорили, Афанасий, вот вы здесь окончите вот эту танцевальную школу, вы езжаете в свою Якутию и там развиваете свою культуру, свою самобытность, свои традиционные танцы, свои народные танцы, свой фольклор, классический балет и народные танцы. И я, там много артистов балета, которые там, Малининский театр, Михайловский театр, балет Эйвмана, народные там танцы, музейхолы, там много-много-много во дворцах культуры, там много танцоров. И наши педагоги правильно говорили, что мы, как специалисты из республики Якутия, поехали там, получили специальное образование, и что мы поехали обратно в своем родном республике и развивали танцевальное искусство. Вот, и я очень, наоборот, у меня такого не было, что там остаться и там в каком-то театре танцевать, в музейхоле, в эстрадных ансамблях, да. Хорошо, что я приехал в Якутию свою родную и показал свое образование танцевальное по всему республике. И люди смотрели, восхищались. Оказывается, так можно танцевать профессионально. Ну, давайте поговорим о национальных танцах. Вы до сих пор ездите с мастер-классами по всей республике, и в этой Днебленском районе вы тоже работали с нашими национальными коллективами. Я наблюдала за этим. Расскажите, вот танцевать национальные танцы – это сложно? Наш якутский танец, он непростой? Из веков идет, которые танцевали даже без хореографа. Сами народ танцевал, когда танец воинов, они, когда вот якутские мужчины шли на охоту, после охоты пришли, вот радость вокруг костра танцевали, вот это дается от души. Вот оттуда пошло движение. Они, вот мужчины якуты ходят на охоту, и они смотрят, как дерево стоит, как эти снегу следы остались там, этих животных разных. И вот оттуда идет движение. Как походка, какая пластика, какие руки, какая голова, как куда смотрят глаза. Вот оттуда уже исходит движение. Был ли у вас когда-либо перерыв в танцах? У танцора, у танцовщика, да, на сцене работа очень короткая. 20 лет станцевал. Это по закону трудового кодекса, или как 20 лет оттанцевал и на пенсию отправляют. Ну, я станцевал до 50 лет. Мне вот сейчас, у меня последний день октября до сегодня, это мой октябрь, это мой месяц, мне вот в октябре смысл 56 лет. Я никогда не старею. Вот танец дает молодость. И у меня никогда вот такого перерыва чисто человеческого, чисто такого профессионального перерыва вот в своей душе, в своей энергетике, или в своей вот такого нету. Я никогда не останавливаюсь. Я бегу вперед, бег за временем. А встречались ли вам люди, которые вам открыто говорили, ну, сколько можно танцевать? Ну, уже там возраст, ну, уже и силы не те. Ну, давайте, завязывайте уже. Были такие? Да, люди разные. Люди разные воспринимают. Ну, бывает тоже так, которые, может, театральная жизнь. Вы обижаетесь на них? Я нет, я не обижаюсь. Я думаю, я не обращаю такое внимание. Я не обижаюсь. И стрессы всякие я не беру. Я, когда люди говорят, вы же в возрасте, давайте, хватит прыгать, да? А я говорю, нет, я еще не старый, я молодой, я, у меня здоровье, у меня все, организм, все, тело, все требует это. Афанасий Дмитриевич, спасибо за беседу. Мы желаем вам и в дальнейшем не останавливаться, чтобы танец всегда был с вами. Спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»